представляете какое у нас утро минус 9 по-моему в общем это ужас доброго утра блин я сейчас иду у душ и просто мне бррррр я как представляю насколько там холодно на улице ужас минус Деятель даже уже минус 10. Скоро должны родители приехать. Поэтому ждем их. А я в душ. Готовим сегодня на завтрак блинчики. Только сейчас муку еще принести. Ой, все приехали. Что вы там, замерзли? У-у-у, я-да. У нас здесь обошла. Тут и что? С колюней? Я тут все намешала. Здесь у меня немножечко молока, соль, сахар, два яйца. Давайте, мальчик. Я приготовлю завтрак, я тебя позову. Так, теперь это все вот так перемешиваем. И потом муку будем всыпать и так же перемешивать, чтобы не было комочков. Я вела все. Если вдруг будет слишком густое, то потом разбавлю молоком. А пока поставила разогреваться сковородку. И сейчас сюда немножечко масла. Раскалю и волью это горячее масло. Это тоже смесь и буду быстренько все мешать. Разогревается. Ой, опять из них. Это не выдержала телефон. Вот так перемешать можно мешать. Блинчики жарятся. Первый блинчик вот такой. Афон, посмотри на маму. Ты куда? На работу. А с кем ты пойдешь на работу? Сам? Афанасий Сергей. Бабушку попроси, бабуля тебе. И красавчики в галстуке. Ой, молодец. Мне так нравятся такие работники. И тебе тоже нравится. И мне такие мальчики нравятся. Бабушка такие любит. Ты как директор у меня. Да, я директор. Директор мясокомбината. Все красиво. Ты что? Посмотри на маму. Достала соус. Не знаю, какой он клубничный или малиновый. Вот так вот он в пакетике хранится в морозилке. В двух пакетах даже. И сейчас в микроволновку на разморозку ставлю. Навтракаем. Блинчики готовы. Они, конечно, не ась, но... Главное, чтобы вкусные были. А где мои посидевшие? Да 31 там все. Даже 31 где? Да. Так, Гриша, дай ему соус, пожалуйста. Соус разморозился. Так что будем с соусом. Так, сейчас мы что делаем? Повторяем английский? Давай. Что у нас тут нужно? Приказания, пожелания, да? Вот это выучить. Стендап! Да. Так, радио. Пис, мама, поцелуй маму. Да. Так, в общем, начинаем готовить обед и повторять английский. Подготовить пюре я хочу опять, как Ольге Матвей, приготовить все. Если вы помните, я готовила пюре по ее рецепту. Начистила картошку. Сейчас все помою, порежу. А здесь у меня уже закипела вода с лаврушкой, с перчиком и с солью. И в кипящую воду буду класть картошку. Так, все, теперь в кипящую воду добавляю всю картошку. Я так боюсь кипятка. Сейчас там брызни, брызни, брызни. Все. Не, не больно. Теперь в порядке, сейчас надо по тебе все вокруг и вытереть. Не, не больно, все хорошо. Что-то, может, не больно? Сейчас все вытри и все, хорошо. Готовите отбивные из индейки. Вот это и грудка. Кожу уберу собачкам. Порежу, немножечко отобью, посолю, поперчу и буду обжаривать. Обжариваю я уже на столько кусочков. Теперь сейчас я беру, что-то можно взять и обливать. Фюре, да. Сейчас вот это будем жарить. Надеваем масло. И надеваем воду. Теперь ложечка варится. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Теперь... Что делаем? Главное теперь выбрать весь перец вот отсюда. Можно ситечком... Я ложкой сейчас его уберу. И кину сюда. И чтобы он там не попался. Все, главное теперь... Вот это сделали и теперь будем делать пюрешко. Вот еще один пюрешко. Уже кушают? Уже кушают мальчики пюрешку с отбивнушкой? Так что... Антон в садике. Здравствуйте. А я сейчас еще сделаю нам с папой салатик. Ну приедет же на обед. Я уже приготовила салат нам всю жизнь с подсолнечным маслом. Немножко уксуса, капуста, горошек, петрушка. Вот. И соус из майонеза, кетчупа и горчицы. Буду сейчас у Гришки гладить одежду. И открыла окно. И у нас там что-то белое даже лежит. Представляете? Но все равно холодно. Минус 6 или минус 7 до сих пор. На самом деле минус 6, минус 7 очень-очень плохо переносится. Очень холодно кажется. Еще и ветерок там дует. В общем... Не люблю холод. Падешь? Да. Бежишь, бежишь и падешь. Да. Все, будем кушать. Да. Тебе тоже? Афоня всем вилочки раздает. Афоня еще раз. То с Гришей он пообедал еще раз. Вот такая вот у нас. Это мамы. Это тебе. Вот мама на Гришином месте. Мама. Да. На Гришином месте. Да. И салатик будем. Папе еще захотелось кильку. Купили кильку в томатном соусе. 240 грамм. Сколько она стоит? 39 рублей? Да, Сержинь? Сколько стоит килька? 39? Я поболтала с родней. Афонька спит. Я даже накрасила ногти в это время. Родня, привет. Круто. Что я вспомнила о том, что хочу накрасить ногти. Блин, у меня петрушка. Так, и сейчас буду начинать сделать пряники, фастфуд. Будут пряники, гамбургеры, хот-доги и пицца. По два пряника. В общем, пряники будут печься в духовке 180 градусов 10 минут. И они на тефлоновом коврике. Или тефлоновая бумага, но она похожа очень на тряпочку. Прям очень-очень. И на ней, именно на вот этом коврике, я его, кстати, с Алиэкспресса заказывала. И он офигенного качества. Он вообще просто супер. И что хотел сказать. На нем оборотная сторона пряника очень гладкая, ровная. И не нужно присыпать его мукой совершенно. В общем, в духовку. Вот такая вот получается обратная сторона пряника. Очень ровненькая. Хот-доги уже готовы. Вот такие вот они. Их очень-очень быстро делать. Теперь на очереди гамбургеры. Гамбургер, гамбургер и айсинг. Так, пицца, заготовки отдыхают, ждут меня. Я сейчас поеду на собрание. Я уже завел машину, чтобы прогревалась. Так что я сейчас пошла одену на собрание. Ты кому звонишь, сынок? Да. Вот так, да. Ну что ж, сыграем еще пары. Потом поговорим о том, как победить другие камазы. Бравличная идея. Да. Ну, нет. Что, да? А где, 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 да? Молодой человек с телефоном. Да. Типа, доченька. Бля, вот так гирлянда еще горит. Все, я поехала. А то холодно тут стоять. Привет. Привет. Что надо делать? Скажи спасибо, что на рюкзак научилась правильно. Так, Зоя, что будем мерить? Будем мерить? Да. Что будем мерить, покажи. А где вы их берете, Зоя? Я их беру в магазины. Они поехали. Кто поехал? Мама поехала к папе и купили свои штучки. А тебе что-нибудь купили? Нет, только себя они купили. А тебе что купили? А мне их дат. А вот и кисточку. Покажи, пожалуйста, звездочка моя, косичку свою. Вот, косичку. Я в шоке, Зоя, я в шоке. Я в шоке. Ты Костя Дзю просто какой-то. Так что, меряем? Кто любит орехи? Я. А кто будет нам чистить орехи? Я. Правильно. Я. А расскажи, как ты собирала? Они падали, да? Ага. С дерева? Ага. А как же они называются? А как же называются эти орехи, ты знаешь? Фундук. А большие? А большие называются грецкие орехи. Их можно и деда кушать. Да. Они высохли как раз, да? Да нет, никто их насушает. А, они не высохли? Мы их так едим. Зоенька, ты Лялю кормишь? А ты мне потом. Ты мне, я должна бы посушила. А у меня газа нету, да? А, с этой, сушилки. Я приехала домой, зашла в магнит-косметик. Вот такие вот, люблю, фрекинг-бок мусорные пакеты. На 60 литров именно. Да, на 60 литров. На сколько литров? Я даже не посмотрела, прикиньте. Я глянула, что они на 60 сантиметров. Блин. А, ну да, на 60 литров. Па-па-па-па-па-па. Да, па-па-па. Так, они что-то 60... Сколько они стоят? Корм коту еще покупала. Фрекинг-бок 69 рублей стоит. И вот такие вот влажные салфетки, прямо с крышечками. Они по скидке сейчас 64 рубля за две. То есть, два по цене одного. А теперь вот эту мы открываем. Одна пусть закрыта, давай. А вот эту вот, видишь, язычок, и ты его тянешь. Так что не знаю. Ну, мне кажется, влажные салфетки такой расходный материал, который можно... Да, вот эту даже можно вытянуть. И все, вот так закрываем и кладем. Зато две. А вот эту пасть, да. Это как пакет для мусора. Да. Правильно ты понимаешь. Сейчас я доделаю это. Ну, сейчас все уберу, да, это делать. Если еще вдруг такая акция будет, то, мне кажется, очень даже выгодно взять салфетки. Еще и с крышечкой. Они мне так нравятся. Я доделала гамбургер. Сейчас немножечко подсушу только в духовке. И все, они готовы. Буду делать два других пряника. Это крестному и крестный. Вот. И покрыла их белым айсингом. Сейчас я музыку выключу. И аэрографом сделала вот такой вот плавный переход от голубого. Аэрограф у меня я уже показывала. Вот такой вот китайский. Но он прекрасно работает. Единственный минус у нем это нет вот этой вот крышечки. Но, в принципе, у меня нет такого потока пряников, когда надо мне кучу-кучу. И оно переворачивается. То есть я просто ровно держу, неполную наливаю. Все прекрасно работает. Поэтому вообще мне он нравится. Ну, три пряника, которыми я ими сделала, отличные. Добавляю, разбавляю краситель водкой. Заливаю сюда. И все хорошо. Собираю на столе. Вот это все, естественно, выбрасывать. Уже оно все хранится не будет. Поэтому... Потому что нет никаких ни консервантов, ничего. Поэтому выкидываем остатки айсинга, не храним их вообще. По крайней мере, я вообще не храню. Мне кажется, это даже опасно. Блин, Максим, такая клевая песня. Меня будешь слышать. В общем, на сегодня все. Иду спать. Почти 12. Монтировала видео. Доделала пряники. Завтра останется их только развести. А развести? Развести народ на деньги. Пряники, в общем, отвезу. На собрание завтра в школу. Собрание в садике прошло великолепно. Если честно, все очень быстро решили. Как-то это же только первое собрание по этому поводу. Поэтому непонятно, насколько оно было продуктивным и эффективным. Но пока там сидели, вроде бы все нормально. И завтра, да, расписываю кистью еще этого маленького малыша. Надеюсь, все получится, как я хочу. И посмотрим, что получится. В общем, и на сегодня, в общем-то, и все. Иду спать. Хочу зарядку. Хочу зарядку. Хочу завтра проснуться пораньше. Не знаю, буду ли записывать зарядку. Потому что я ее делаю. Одеваю специальную, как это сказать, бюстгальтер. В общем, спортивный. И занимаюсь в обычных коротюсеньких шортах, которые вам не понравятся. Поэтому для того, чтобы записать зарядку на видео, нужно одеться поприличнее. Вот. Поэтому посмотрим, когда я ее запишу. Но запишу. Мне есть упражнение, которое очень нравится. Поэтому это обычные вообще упражнения. Особенно мне нравится вакуум. Его я делаю обязательно, даже если не делаю эту зарядку. И планку тоже стараюсь делать. Но сегодня ничего общего не делала. Ну, вакуум делала, а больше ничего не делала. Потому что у меня пряники. Я не могу отвлекаться. Я тут себя в мыслях расписываю себе цвета пряника. В общем, не знаю, прям заморачиваюсь. Вот. Всем до завтра. Всем пока. План, кстати, на завтра составила себе. Совсем маленький, но составила. Субтитры создавал DimaTorzok